всех приветствую братья и сестры и подписчик случайный зритель канала моего с вами иранка и сегодня у нас с вами получается вторая тема ну то что связано с происшествием будет антихриста библии именно касательно что говорит нам по этому поводу библии что очень важно мы не отступаем от священного писания с вами и своих догматов не строим скажем так и придерживаемся именно священного писания для того чтобы не безумствовать не сходить с ума лишний раз скажем что люди которые с господом им бояться нечего это первое во вторых не надо доходить до фанатизма потому что обратил внимание что люди пишут что и паспорта на самом деле сжигали скажу так что человек который эту биометрию для себя принял он просто дал возможности для себя сбора о нем еще дополнительной лишней информации со стороны других людей и спецслужб и так далее то есть больше возможности открыл для себя о том чтобы для него о узнавали вещей которые могут ему потом быть неприятны да то есть ну скажем слежка то что нарушает вообще может нарушать скорее всего права конституции боятся всех на подряд камер не стоит но те кто сделали уже биометрические паспорта как вам убедиться в том есть у вас метка нету просто и не знаю при помощи качества на фотоаппарата попробовать себя там сфотографировать и при помощи каких-то света фильтров ультрафиолета или чего-то посмотреть что есть это нанесение или нет то есть не надо сейчас ходить с ума безумствовать вплоть до того что люди писали что есть какие-то батюшки которые при помощи святой воды все это значит все эти метки удаляют и снимают то есть до такого безумства доходить не стоит это очень опасно которое может привести к последствиям того что люди реально начнут сходить с ума на это я вижу что сейчас уже все настроено и это вызывает у людей очень большой страх но того не стоит поверьте значит далее что я хотел бы вам сказать так как человек прошу прощения господь не сотворял нас с какими-то чипами то я бы я бы как человек верующий христианин не рекомендую вам получать биометрические паспорта не рекомендую то что это может являться нанесением да я посмотрел какое-то видео что где там кто-то получил биометрический паспорт потом тому какой-то там девушки на руке где-то здесь в области запястья когда просвечивали ультрафиолетов какие-то эти полосы были видны то есть если смотреть в контексте слов начертание метки зверя то мы можем понять слово увидеть возможно как слово черта начертание от слова черта а шриф код это черты ну черты соответственно начертание слова черта если смотреть потом в таком констексте в любом случае как бы то оно ни было до начала правления антихриста хоть вы сделаете себе биометрический паспорт хоть сделаете себе чипирование она не будет никак вами управлять повелевать но просто это будет как следствием опасности того что в итоге потом может произойти плюс ко всему какое излучение в себе может нести этот чип тоже ну неизвестно понимаете это инородное тело не человеческого происхождения то есть она не нужна человеку совершенно бог нас такими еще раз повторюсь не сотворял чтобы мы в себя что-то вживляли она не стоит того так мы с вами продолжаем решающие и поворотные события должно произойти прежде чем человек греха в кавычках но соответственно антихрист откроется и начнется день господень и его скорбь 2 фессалоникийцам 2 глава 2 3 стихи так не спешить колебаться умом и смущаться не от духа не от слова не от послания как бы нами посланного будто уже наступает день христов да не обольстит вас никто не как его день тот не придет доколе не придет прежде отступление не откроется человек греха сын погибели не спешить колебаться умом и смущаться фессалоникийцы были встревожены из-за лжеучителей которые говорили о дне господнем он говорит это смотреть предыдущее примечание он говорит им не тревожиться потому что день господнего гнева еще не настал две вещи будут сигналом его наступление должно произойти некое отпадение в кавычках и 2 откроется человек греха в кавычках это стих 3 мы уже по-моему прочитали да не обольстит вас никто никакого день тот не придет доколе не доколе не придет прежде отступление не откроется греха сын погибели павел продолжает утверждать что эти два события не произойдут пока удерживающий в кавычках не будет взят от среды в кавычках слова павла ни от духа ни от слова могут означать что уже учение исходило через говорение на языках истолкованием или через пророчеством то есть делаем вывод того что пока пока должно произойти некое отпадение опять же я призываю всех сейчас все-таки искренне покаяться кто не может это сделать самостоятельно или не знает как это делается не может примириться с господом в этом нет совершенно проблемы можно связаться можно увидеться можно встретиться пообщаться то есть сказать что кофе что все к этому идет да откровенно я скажу что ко всему к этому идет но мы должны понимать и смотреть в плане того что должно произойти некое отпадение в кавычках и открыться должен человек греха то есть те кто молятся постоянно истинно верующие люди поймут когда это произойдет и я думаю что сообщить не составит труда всему миру я думаю что я буду с вами вместе и я сообщу вам то есть переживать не стоит пока всего этого не произойдет нагнетать обстановку не надо лишний раз то есть как бы так что не надо лишний раз чего-то там бояться исходить с ума но еще раз повторюсь и я как человек верующий правильности вот этих биометрических паспортов и в особенности чипирования не признаю потому что просто вас буду знать больше информации чем положено и людям там спецслужбой всего прочего будет проще вас вычислить вот и все то есть будет просто вы будете подвержены тотальному слежению сказать конкретно что может это быть именно чип как влиять на человека у некоторых толкование таковы и что даже на самом деле этот чип может не быть той самой меткой поэтому кто как толкует только говорит но большинство все-таки придерживается того что против всего этого и я тоже против но в любом случае до пришествия антихриста этот чип я думаю что его как в себя вживить так его можно будет и вытащить то есть если кто успеет момент этот понять когда это сделать но я бы не рекомендовал потому что это лишнее излучение на себя принимать она совершенно не нужно можно можно но зачем смысл какой неужели вот эту вот маленькую карточку собой пластиковую носить так проблемно вплоть до того что нужно делать вот эти чипы но другой стороны мы смотрим что лукавый он все делает аккуратно и обольщает людей говоря это под видом удобства честно вот телефоны мобильные я думаю вот телефоны вот с датчиками nfc вот честно вот в этот датчик nfc можно было бы встроить совершенно все сделать например законодательством обязательным человеку его при себе иметь тоже как бы две стороны медали что если сделать обязательным ношение при себе смартфона если человеку вдруг потеряет его за это могут конечно привлечь к уголовной ответственности но с другой стороны человеку будет проще потому что он не на себя нанесет так скажем некое начертание а все данные будут иметься здесь внутри по поводу опасности биометрических паспортов тоже посмотрел как оказалось ребят хакеры уже несколько лет назад как они только начали существовать все эти паспорта научились обманывать магазины в которых оплата где-то может уже происходить где-то будет происходить по отпечатку пальца вот эти с паспорта как-то снимать короче вот этот отпечаток да который там есть в нем с него снимать распечатывать и наклеивать сюда вот тут то тонким слоем на указательный палец тонким слоем пленку которая будет копировать этот печаток и соответственно будет возможность у человека приобретать вещи и его распознавать систему будет как другого человека так что как есть плюсы которые я тоже вот как бы думал вроде бы плюсов казалось бы много да но это только для неверующих людей которым все представляется как это что-то интересное какая-то забава минусов на самом-то деле больше причем в разы больше потому что все эти данные ваши смогут спокойно покупать хаггеры найдутся люди которые смогут получить к этому доступу это все взломать получить личные данные о вас место проживания где вы были чем вы дышите что вы делаете то есть буду знать о вас больше чем вы сами что было так сказано я это полностью как бы ну признаю а так окончательное торжество божьего царства его праведности в мире поэтому зависит не отчисленного роста или успеха церквей называющих себя христианскими от окончательного вмешательства христа когда он проразит и сокрушит мир праведным судом это 19-22 главы книги откровений смотреть 2 фессалоникийцам вторая глава 7 8 стихи и бы тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь смотрите тут уже дальше мы с вами берем момент также кстати для прочтения 1 тимофея 4 глава 1 стих давайте посмотрим и сейчас мы с вами разберемся кто же такой удерживающий так как тут комментарии немного с моими мыслями расходятся я объясню почему так значит у нас 1 тимофея 4 глава 1 стих это все строго посвященному писанию друзья мои чтобы не было каких-то мыслей о том что я чем-то лгу или еще что-то дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским я думаю тут особо не нужно пояснять в принципе люди понимают что люди как которые будут уходить в отступничество у них за дух ясно открыл что последние времена будет отпадение как области личной веры в иисуса христа так и от библейской истины церкви ах первое в церквях первое церквях паять служители высоко одаренные и мощно помазанные богом некоторые будут совершать великие дела для бога и проповедовать евангелие весьма успешно но отступят от веры и постепенно обратятся к духам обольщения и ложным учением из-за прежнего помазания и ревности к богу они увлекут многих на неверный путь второе многие верующие отпадут от веры потому что не будут любить истину 2 фисалонгийцы 2 глава 10 стих и не будут сопротивляться греховным тенденциям последних дней матфея 24 глава 5 стих 10-12 как я понимаю а это стихи до стихи 10 и 12 смотреть 2 тимофея 3 глава 2 2 3 стихи примечания таким образом извращенные евангелия идущих на компромиссы служителей и и просветителей не встретит особого сопротивления во многих церквах 4 глава 1 стих для 2 тимофея 3 глава 5 стих и 4 глава 3 стих смотреть 2 коринфянам 11 глава 13 стихи это примечание третья популярность небиблейских учений будет главным образом результатом того что сатана направит свое демоническое воинство на все более сильное противодействие делу божьему второе пришествие христа будет предваряться величайшим усилением сатанизма спиритизма оккультизма одержимости демонического обольщения в мире в церкви это к ефеси нам что глава 11-12 стихи так смотреть статьи власть над сатаной и демонами так это мы потом посмотрим и времена антихриста это мы с вами читаем сейчас как раз и изучаем защиты верующего это четвертое такого обольщения это крайняя приверженность слову божьему и сознание что даже велико одаренные и помазаны люди могут быть в обольщении облачать других этой смесью истинные заблуждений это сознание должно сопровождаться истинным желанием сердца верующего творить волю божью это иоанна 7 глава 17 стих и ходить в праведности и страхи божьем это псалтырь псалмы 24 глава 4 5 стихи и 12-15 стихи 5 глава прошу прощения 5 момент верные верующие не должны думать что раз в последние дни в христианстве будет преобладать отступление то не может произойти пробуждение или что проповедь евангелия по новозаветному образцу не может быть успешной бог обещал что в последние дни в кавычках он спасет всех кто будет призывать его имя отделить себя от нынешнего разращенного рода это деяние 2 глава 16-21 стихи 33 стих 38-40 стихи и 3 глава 19 стих и зальет свой дух на них далее давайте посмотрим так примечание вторая петра 2 петра мы с вами посмотрим сейчас вторая петра 3 3 глава вторая петра потому что друзья мои я говорю о том что не просто нужно слушать кого-то а иметь разумение изучать священное писание те кто обращается господу те кто молятся вызывают господу господь будет открывать истину и правду то есть еще раз повторюсь если вдруг кто-то случайно себе сейчас сделал биометрический паспорт не надо сразу же думать что вы приняли начертание метки зверя просто если но даже и не если в любом случае какие-то данные кто-то говорит нужно было кому-то сдавать кто-то говорил что кого-то призывали сдавать кровь кого-то мочу и был такой момент одно видео было где человек рассказывал что господь открыл одному человеку во сне он тоже думал что типирование нету на самом деле сказано было о том что это здесь пользуется не повсеместно и сейчас чипирование используется только агентов каких-то то есть государства ну каких-то высших таких структурах используется используется в целях именно государства для того чтобы например какие-то определенные эмоции подавлять то есть это используется первоочередно в государство государственных структурах человек по своей какой-то ну по своему собственному желанию может лишь сделать чип себе да это опять же это его сон который был я лишь вам пересказываю что биометрия из себя в данный момент времени не представляет опасности то есть биометрический паспорт нынешнего формата не будет представлять опасности но опасность будет тогда то есть когда сейчас в биометрическом паспорте пишется цвет ваших волос группа крови но когда далее будут биометрические паспорта где будут написаны днк-код человека расшифровываться что сейчас кстати делается активно но это и опять же это его сон повторюсь тогда будет уже опасность то есть когда уже будет открыт днк-код который будет находиться в биометрическом паспорте то есть это скорее всего уже будет происходить обновление паспортов еще на более новый какой-то формат тогда уже будет опасность поэтому я все-таки людей призывают благоразумие и этих вещей ну не делать призываю что не стоит просто не стоит что опасность это представляет сейчас нет никакой чип сейчас из себя опасности не представляет в данный момент но если это сделать то это может просто ну постепенно сподвигать и других людей среди ваших родственников родных близких к этому тоже то есть что в себе может некую опасность нести и люди постепенно могут на все это перейти а потом хлоп в один момент и и подумал что это все безопасно потому что люди обольстившись увидят что как бы это удобно а потом просто в какой-то момент может начаться крах так что друзья мои ожидаем всего что будет потом так 2 петра 3 глава 10-13 стихи значит смотрим еще раз поэтому друзья мои еще раз повторюсь не надо сходить с ума но надо быть готовым к тому что будет происходить потому что это будет ибо это предсказано и то есть расслабляться тоже не стоит но и согласен на об там обработку персональных данных и вот это вот все получение всяких этих паспортов я думаю что не стоит то есть если кто-то его получил то ребят как я уже сказал под разными цветовыми фильтрами попробуйте сфотографировать свое лицо я не знаю потому что сказано было том что для глаза практически незаметно это то есть практически незаметно значит что можно заметить этот штрих-код или еще что-то прочее потому что это может быть действительности пропаганда там какой-то лжи да такой тоже как бы факт не исключен но нужно просто как бы если есть люди которые это себе сделали с ними пообщаться посмотреть и попросить просто при помощи ультрафиолета я не знаю посмотреть там на лоб или при помощи каких-то устройств все равно я думаю есть вещи которые все это могут отсканировать так что не надо где-то может быть и в действительности в каких-то определенных там конторах может быть это и может быть такое то есть зная лукавство государства как могут поступать обманывая людей да что такое возможен факт возможен как бы что под скрытым видом не сообщая никому могут что-то наносить то почему нет как бы это совершенно будет неудивительно лично для меня да и для людей которые живут не первый год на этой земле правильно так 2 петра 3 глава мы читаем с вами 10-13 стихи придет же день господень как тать ночью и тогда небеса с шумом придут стихи и же разгоревшиеся разрушатся земля и все дела на ней сгорят если так все это разрушится то какими должно быть святой жизни и благочестие вам ожидающим и желающим пришествия дня божия в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли на которых обитает правда тут мы с вами видим день господень это событие которое начнут с возвращения христа чтобы забрать верных из своих церквей на встречу с ним в воздухе я кончусь с уничтожением существующих неба и земли с творением немного опущусь чтобы мое голову было лучше видно так день господень так освещение с окончание с уничтожением существующих неба и земли и творением новых начало дня господнего неизвестно и для него характерна неожиданность и непредсказуемость святой жизнь и благочестие поскольку бог скоро уничтожит мир и будет судить неправедных мы не должны привязываться к этой мировой системе совсем что в ней наши ценности цели и надежды в жизни должны быть сконцентрированы вокруг бога и надежды нового неба и новой земли ожидающий пришествия дня божиям верующие могут ожидать пришествия дня божия церковь сама может сократить время христово возвращение первое посвящением себя блага вестью и миссионерство во всем мире стих 9 получается матфея 24 глава еще 14 стих 2 сильно желая его возвращения и молясь гряди господи иисусе это откровение 22 глава до 100 стих и также матфея а это сравнение видимо наверное ссср точка этого на сравнение думаю сокращенно матфея что глава 10 стих и ожидая нового неба и земли то что будет сотворено господом книга послание иуда но это полная книга тут довольно долгое чтение то есть это для вашего также ознакомления понимаете чтобы просто не я просто вам все наподряда рассказывал чтобы вы тоже изучали священное писание чтобы это не было так вот что иранка все дело из-за нас а нам ничего не надо нет это просто не спасет понимаете люди которые просто вот об этом обо всем узнают и еще раз повторюсь люди не примирившиеся со христом у наследовать царство божьего не смогут даже если и не сделают себе это начертание и переживут эту великую скорбь среди неверующих они не спасутся я еще раз повторяюсь почему призываю людей к покаянию не просто рассчитывать на то что не сделав себе эту метку человек спасется человек не спасется если не примириться с господом вот это очень важный момент они а все остальное это уже так так третье решающие поворотное событие должно произойти прежде чем в кавычках человек греха откроется и начнется день господень и его скорбь это 2 фил сила никицем 2 глава 2-3 стихи а это у нас здесь вот и есть вопрос таки не спешить колебаться умом и смущаться не от духа не от слова не от послания как бы нами посланного а будто уже наступает день христов то есть нашего послания именно человеческого не стоит колебаться и спешить поэтому не обольстит вас никто никак ибо день тот не придет доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха сын погибели то есть должно произойти некое открытие когда люди должны будут все узнать и по крайней мере большинство людей должно будет уже узнать когда откроется человек греха человек погибели о том что он воскреснет волшебным образом там будет то есть антихрист это все написано в книге откровения очень важно внимательно читать изучать именно именно изучать не просто читать для того чтобы понимать но рассчитывать что это именно сейчас нет я думаю что в течение пяти может быть даже я не предсказатель но исходя из того как собираются всех перевести на все эти паспорта биометрические возможно в течение пяти может быть десяти а может быть и 15 и 20 лет этого не наступит так день господин скорбь а именно взятие от среды в кавычках до 2 глава 7 стих ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь для меня вот это тоже как бы не особо понятно что это такое одно толкование библии нам говорит о том что 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 это такое давайте с вами прочитаем что говорит нам с вами комментарий комментарий же говорит нам такие вещи такие вещи как такие вещи как тайна беззакония это тайная скрытая деятельность злых сил на протяжении человеческой истории приготавливающие путь к бунту против бога и человеку греха первое это скрытый внутренний процесс который ловит все эти неверующих и подготавливает среди членов церквей многих чтобы они отвращались от истинной веры и принимали ложь воплощенную в отступнической церкви это включает некий дух или движение против библейской истины и божественного закона это направление ищет свободы от нравственных ограничений и находит удовольствие в грехе это стихи 10-12 смотреть также стих 12 примечания второе хотя этот дух уже существовал в дни павла но особенно он будет преобладать в церкви и христианстве к концу истории смотреть матфея 24 глава 11 стих примечания 2 тимофея 4 глава 3 3 4 стихи примечания смотреть статью времена антихриста но это мы с вами сейчас раз таки и наблюдаем смотрим значит также также кого-то или чего-то что удерживает в кавычку тайны беззакония и человека греха что-то что удерживает что опять же комментарий здесь не открывает потому что неизвестно что это такое но написано о том что будет ясно и это откроется людям откроется именно истинно верующим 3 глава тире так а вторая глава тире 3 6 стихи а 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 когда это будет взято с пути тогда и настанет день господень то есть чтобы вы понимали что вот у нас с вами есть также написано закончил греха когда этот кто-то в кавычках или что-то в кавычках будет удален с пути тогда день господень может начаться тут по поводу кто-то или что-то размышлять можно очень долго при условии того что написано удерживающий не будет взят от среды удерживающий теперь говорить о том что человек до сих пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь есть некий кто-то удерживающий но мы видим что удерживающий а с ним это с небольшой буквы с большой буквы не должно быть потому что не сказано конкретно что именно это то есть тут как смотря с какой стороны посмотреть на этот стих это второй послание фессалоникийцем 2 глава 7 стих не будет за этот среды удерживающий теперь то есть есть некий удерживающий следующие нам с вами толкование говорит о том что а удерживающий в кавычках может быть лучше всего понят как святой дух который один имеет власти силу сдерживать беззаконие человека греха и сатану это 2 фессалоникийцем 9 стих прочитать давайте прочитаем того которого пришествия на удерживающий теперь тогда от вот 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 смотрите авто 2 фессалоникийцем 2 глава 7 давайте почитаем тир 9 стихи ибо тайны беззаконие уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь и тогда откроется беззаконник которого господь иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением это 10 стих погибающих за то что они не приняли любви истинно для своего спасения то есть мы должны также понимать что будут знамени пришествия того некого человека греха это соответственно антихрист то есть будет всякая сила знамени и чудесами ложными то есть не обольщаться не прельщаться самое главное чудесам которые происходят которые будут происходить в мире именно так называемые великие знамения и все прочее то есть почему важно не отступать от библейской истины священного писания потому что человек ныне же сейчас например священное писание может изучить да и например почему господь учить бодрствовать и через годика три например перестанет изучать библию и случайно если вдруг через три с половиной года антихрист придет а человека забыл это что нельзя обольщаться и прельщаться умом своим на чудеса он уже может это забыть уйти в отступничество и соответственно прелеститься и спасение он свое потеряет это очень важно смотрим дальше дальше удерживающий может быть лучший пункт как дух святой который один имеет власть и сдерживать беззакония человека греха и сатану об удерживающем в кавычках говорится в мужском роде 2 глава 7 стих но также и среднем что не допускает три троеточие тоже в кавычках 2 глава 6 стих точно так же слово дух в кавычках греческом языке можно быть заменено местоимением как мужского так и среднего рода смотреть бытие 6 глава 3 стих и она 16 глава 8 стих примечания римлянам 8 глава 13 стих смотреть галатам 5 глава 17 стих о работе святого духа сдерживающего грех б в начале последнего последних семи лет скорби святой дух будет взят от среды в кавычках это не значит что он будет взят из мира но прекратится его сдерживающее влияние против беззакония и прихода антихриста все ограничители греха будут сняты и начнется вдохновленный сатаной бунт однако святой дух по-прежнему останется на земле во время скорби чтобы обличать людей в их грехах обращать их ко христу и давать им силу это откровение 7 глава 9 стих у нас получается 14 стих это тоже важно все вот это большая часть нам нужно все-таки читать часть я оставляю вам для назидания чтобы вы лично изучали сами читали библию я вам сказал какую наставительно рекомендую приобрести это библия с комментариями полноценная жизнь для того чтобы можно было все это прочитать а почему мы говорим о том что почему очень важно понимать и общаться с духом святым потому что большинство людей думают что дух святой это некое что-то некая сила это личность это не просто какая-то сила свет или еще что то прочее это личность прежде всего дух святой за счет духа святого сейчас мы с вами здесь живем и существуем что беззаконие не переходят границы вплоть до того чтобы весь мир умирал что очень важно и то что будет во времена антихриста будет взят от среды но это не значит что и уйдет полностью то есть останется в истинно верующих те кто будут держаться его он не оставит иисус не оставят те кто будут держаться и придерживаться близкой истинной веры и не уйдет в отступничество иначе очень будет страшно я не сомневаюсь в этом страшно сейчас уйти в отступничество сколько людей уходят а что будет потом даже страшно представить вообще так откровение 7 глава 9 стих самое главное очень внимательно читать книгу откровений потому что здесь очень много толкований все могут ее понимать по-разному то есть истолковать можно совершенно по-разному кто как это может сказать но то что это все будет это однозначно и сомневаться в этом не надо так после всего взглянул я это откровение 7 глава 10 стих после взгляну я и вот великое множество людей которого никто не мог переть честь из всех племен и колен и народов и языков стояла пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих это я правильно считаю 7 глава 9 стих правильно так 14 далее стих мы с вами читаем я сказал ему ты знаешь господин и он сказал мне это те которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои и убили ли одежды свои кровью агнца великая скорбь этому сами принципе уже читали вы знаете что это такое и ну то есть великая скорбь это правление антихриста 11 глава 1 тире 11 стихи также книга откровение читаем 11 глава давайте откроем так и дана мне трость подобное жезлу и сказано встань и измерь храм божий жертвенник и поклоняющихся в нем а внешний двор храма исключи и не измеряй его ибо он дан язычникам они будут попирать святой город 42 месяца и дам двум свидетелям моим и они будут пророчествовать 1260 дней будучи обличены во вредище это суть две маслины и два светильника стоящие пред богом земли и если кто захочет их обидеть то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их если кто захочет их обидеть тому надлежит быть убитым они имеют власть затворить небо чтобы не шел дождь на земле на землю в одни пророчествования их и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвы когда только захотят и когда кончат они свидетельство свое звери выходящий из бездны сродиться с ними и победит их и убьет их и трупы их оставят на улице великого города который духовно называется садом и египет где и господь наш распят и многие из народов и колен и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы и живущие на земле будут радоваться сему и веселиться и пошлют дары друг другу потому что два пророка все и мучили живущих на земле но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от бога и они оба стали на ноги на ноги свои и великий страх напал на тех которые смотрели на них очень много комментариев почему рекомендую приобрести библию друзья это для вашего также собственного изучения я всегда готов для общения с удовольствием с вами пообщаюсь на любые темы первую очередь это конечно лучше библейские потому что мне очень нравится библия при условии того что знаете меня на больше интересует вопрос того где окажутся в вечности нежели сейчас где мы пребываем потому что и какой-то момент тоже думалось что неужели например там в раю будет скучно в районе будет скучно друзья мы живущие по духу живущие в царстве божьем в вечности господь для нас готовит такое вечность представьте сколько человек например на земле своей жизни существования за сто лет может вот эту землю всю нашу землю не изучить всего того что есть на земле а вы представьте что будет на небесах и сколько можно будет изучать изучать с господом находясь на небесах и познавать это начало сотворения мира и существование время этом всех пророков и жизни иисуса самого христа то есть любые тайны мира все можно будет познать и поэтому я говорю людям сейчас что не надо сейчас лезть в какие-то дебри куда-то в какую-то чушь познавать всякие там нло прочие чуши и ереси и все вот это не надо туда лезть потому что потом на небесах у бога можно будет все это узнать лучше мне ответит господь нежели чем я буду смотреть эту пропаганду по телевизору тайны мира или что-то прочее какие-то ереси и всякие чуши и все и все что вас интересует вы узнать сможете у бога потому что знаем что мир этот лукав и и уже очень много нашим нынешнем мире так а это касающийся израиля у нас получается 11 глава поэтому в принципе период скорби израиль и святой город в кавычках будут противостоять язычникам и сильно пострадают через 42 месяцев язык он говорит что эти две маслины и светильника тут много тут очень много друзья мои очень много текста на самом-то деле у нас с вами очень много материала которым хотелось бы поговорить который хотелось бы затронуть поэтому для вас лично это также будет для изучения материала чтобы вы понимали почему я рекомендую именно библию то который я вам сказал потому что во первых здесь очень много сказано первоочередно идет на дух святой потому что именно духе святом сказано больше всего библии то что в некоторых священных писаниях иногда каких-то конфессии это все может отклоняться и тот факт что здесь все идет строго по библии то есть каких-то отклонений в сторону каких-то догматов различных вероисповеданий нету то есть как православие например здесь сказано как она есть дева мария то есть не богородица не что-то прочее не пресвятая деда мария или еще что-то прочее здесь этого нет потому что богородица это все название потом было позднее уже создано в православии то есть иисус христос он не был православным и православие появилась очень поздно чтобы понимали что сравнительно поздно после рождения иисуса христа а единственная вера единственная жизнь а апостолов и последователей христа это было священное писание только библия то есть те кто жили по священному писанию те кто поклонялись богу и те кто все время находились в изучении слова божьего те кто выполняли работу проповеди евангелия а все остальное церкви это все далее уже начало происходить когда были ответвление разветвление на вселенских соборах и все прочее поэтому именно синодальный перевод библию я вам рекомендую то есть не обязательно покупать можете принципе скачать май байбл называется флеймаркете или appstore очень хорошая библия там можно скачать комментарии там модули там очень много всего кому интересно кто хочет все это посмотреть скачивать и конечно же и изучайте это очень важно так дуб в реческом слове так мы с вами посмотрели работа стаду держа еще грех в начале последних семи лет скорбь стаду будет взят от среды так это не значит да мы с вами прочитали далее у нас первые 11 стихи 14 глава откровение еще у нас сами 6-7 стих поэтому я кстати говорю что хотел сказать вам друзья мои что очень тяжело придется тем людям у которых будут семьи почему потому что людей детей сейчас принуждают ко всяким вот этим вот регистрациям гт-о и прочая ложь чушь вот это все она объединяется воедино госуслуги это все воедино объединяется постепенно то есть информацию собирают о детях вплоть ваших то есть сейчас уже все начинается к тому что то есть если мне скажут выбор я почему сейчас уже вот стараюсь поскорее дай бог господь молюсь постоянно найти жену потому что думаю с одной стороны вроде думается дети как то сейчас лучше заводить детей сейчас чем позднее потому что когда будут всех приносить к чипированию знаете честно вот честно лучше откажусь от думаю что школы при условии того что кстати школ потом не будет потому что с чипированием планируется что человеку в чип будет вообще это все вживляться знания о школе знания учебные знания по каким-то профессиям и люди будут идти по родам будет обязательство но опять же это лишь догадки это лишь домысл людей что ну то есть по родам как например князья или там по родам шли в там монархии где там еще при правлениях то есть когда из поколения в поколение передается работа например как там ким чин ин у него там все семейства от начала семейства получается все вот последующие идут кто там президентом не президента то есть правление то есть вот вот так будет идти то есть например если семья там например полицейских то и следовательно обязательством будет родственники чтобы все дети потом внуки и так далее так далее были именно полицейскими или например если там человек токарь то и следовательно чтобы его дети были токарями то есть будет идти все именно по родам то есть нельзя будет человеку не будет дано право выбора куда ему идти то есть уже ограничение свободы будет воли человека в выборе какой по какой профессии ему идти работать или еще что куда школы тогда уже будут действительно не нужны но я думаю что все таки что то останется куда можно будет детей именно у верующих все таки отводить на какое-то образование которое не будет подвластно вот этой всей системе которая будет обязывать например чипировать детей иначе не будут принимать куда-то этого всего суждено быть друзья мои то есть и больницу не смогут нормально а людей принимать думаете это все так просто нет конечно и поставят перед выбором как было сказано в огромном количестве роликов или крест или хлеб выбирайте вот и все далее мы с вами читаем 14 глава 6 и 7 стихи и увидел я другого ангела летящего посредине неба который имел вечное евангелие чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу и говорил он громким голосом убойтесь бога и воздайте ему славу ибо наступил час суда его и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод далее в взять и святого духа с пути даст человеку греха возможность прийти на мировую арену 2 фессалоникийцем 2 глава 3 4 стихи это мы читали бог пошлет обольстительное влияние на тех кто отказался любить истину 2 глава 11 стих примечания не примут притязание человека греха и человеческое общество глубоко упадет это очень важно чтобы вы понимали друзья мои друзья мои что взять святого духа с пути человека греха даст возможность прийти на мировую арену то есть обольщение на людей не верующих будет действовать еще сильнее и люди которые например сейчас просто борется против чипирования просто борется люди люди знают что такое гипноз просто борется но люди без бога люди не изучающие священное писание а какой-то суетностью этого мира отвлекаются от слова божьего на что-то куда-то не имея молитвы не имея поста они будут приличены и люди которые сейчас против чипирования большинство людей пойдет только за вперед и скорее всего будут людей к этому еще сильнее вести кто-то говорит о том что даже это может быть даже не связано с какими-то технологиями то есть это может быть кто-то говорит что это не связано будет даже со всеми этими штрих-кодами и чипами что это связано именно как духовное начертание духовное начертание именно духовное получением метки божьей то есть прежде чем появится метка антихриста будет метка господа метка божья именно истинно верующих на тех на кого эта система либо перестанет по какой-то ситуации действовать либо люди то есть в любом случае господь будет уберегать истинно верующих это с миллион процентов будет убережение то есть либо не даст действовать этой системе либо даст возможность кто это получил это извлечь если вдруг это сделал человек по незнанию своему да то есть вариантов очень много и поэтому я людей просто наставляю что лучше всего этого не делать в себя ничего вживлять не надо мы люди они роботы это унижение человеческого просто человеческого достоинства как как звание человека уже человек опускающийся на робота он уже раб становится уже раб уже не человек потому что роботы сотворены не богом а человеком далее вот поэтому бог пошлет обольстительное влияние на тех кто отказался любить истину то есть те кто отказались принимать священное писание библию и те кто просто ссылаются на книгу откровения а люди среди неверующих они ссылаются именно на начертание метки зверя и все и больше ни на что они будут находиться в обольщении если не примириться с господом и не начнут изучать священное писание полностью библию каноническую следовательно то есть именно евангелие первоочередно да они будут под влиянием те кто просто утверждают но при этом неверующие если и просто ссылаются что там это было предсказано и все они будут все равно в обольщении то есть те кто именно неверующие понимаете когда верующие ссылаются на это это понятно люди изучающие полностью священное писание опять же просто лишь зацикливаться метко зверя метко зверя метко зверя и больше не смотреть никакие стихи это не даст ничего разумительного далее г сдерживающие грех служение святого духа широко проводится через церковь которая является храмом святого духа 1 коринфянам 3 глава 16 стих и что глава 19 стих поэтому многие толкователи библии верят что слова о взятии от среды святого духа это указание что восхищение верных произойдет именно в это время первое фессалоникийцам многие я обращаю ваше внимание многие толкователи я прошу прощения в сторону отклоняюсь потому что у меня библия здесь я попробую сейчас надо опустить микрофон мне кстати с ним очень 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 неудобно но мне нету денег просто на петличный я бы его уже приобрел но сейчас ребятушки на это у меня нет ни желания ни времени потому что все таки как бы расходы они на другие вещи сейчас более важны да проще мне было просто отодвинуть библию немного на столе значит многие толкователи причем обращаю ваше внимание многие толкователи библии верят что слово о взятии от среды святого духа это указание что восхищение верных произойдет именно в это время то есть именно истинно верующим боятся даже я честно верю и что даже принятие вот сейчас получение этого биометрического паспорта потому что метка антихриста и метка зверя она сказано после его пришествия но истинно верующие должны будут быть восхищены до начала правления следовательно даже сделав себе вот этот чип сейчас даже сделав себе этот биометрический паспорт истинно верующие люди которые не отходят от господа они на них либо эта система не будет действовать то есть все приблизится к тому моменту когда будет единая платежная система я думаю что совсем быстро это не будет введено в течение может быть 5-10 лет приблизительно мне так кажется лично опять же это лично мой взгляд может быть я и заблуждаюсь переводом всех на единую платежную систему вот тогда уже встрепенутся люди потому что сказано что они продавать не покупать никто не сможет но там тоже там один есть такой момент что нужно внимательно читать этот момент где не продавать не покупать это нужно внимательно читать потому что слова именно там и чтобы вот эти предлоги их важно правильно составлять потому что иначе кто как это может под себя подстроить далее так таким образом возвращение христа чтобы собрать победителей из своих церквей избавить их от грядущего гнева это 1 фессалоникийцам 1 глава 10 стих произойдет перед началом дня господня и с того и того времени когда откроется человек греха это смотреть статью восхищение церкви это мы с вами тоже посмотрим обязательно но это все дальше друзья мои я думаю что я наверное в другой это проповеди запишу потому что тоже все таки устаю час-два сидеть все это вам толковать рассказывать поэтому читаем дальше д некоторые богословы считают что то что в кавычках не допускает открыться ему во втором фессалоникийцам 2 глава 6 стих средний род в скобочках относится к святому духу и его удерживающему служению в то время как 2 во 2 главе 7 стих удерживающий теперь 2 в кавычках мужской род относится к верующим которые будут собраны ко Христу и взяты с пути то есть восхищены чтобы встретить Христа в воздухе и всегда быть с ним 1 фессалоникийцам 4 глава 17 стих то есть слушайте пожалуйста прошу вас внимательно те кто отвлекаются потому что потому что слушать и внимать и вникать в это а не просто лишь бы как услышать а потом чесать репу с вопросами а почему это произошло а мы ничего не знали мы ничего не слышали то же самое что и говорят в принципе преподаватели правильно говорят на уроках потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках сретения господу на воздухе и так всегда с господом будем свидетельство с него мертвого христе воскреснут прежде 17 стих у нас давайте посмотрим сам господь сойдет с неба события описанные Павлом в этих стихах часто упоминается как восхищение церкви в кавычках обсуждение этого происходящего события смотрите статья восхищение церкви да это мы с вами будем смотреть уже потом далее так действие антихриста когда начнется день господний откроется человек греха в кучу это будет мировой правитель который заключит некий завет скобочек договор с израилем за семь лет до конца веков то есть важно чтобы вы понимали что слова будут сказаны три с половиной года либо же скажут что будет мир и порядок тоже эти слова они тоже очень актуально очень используются мир и порядок будет три с половиной года правления семь лет правления мировой правитель одна религия то есть когда будет все стремится к объединению один правитель будет опять же можете себе представить один правитель на всех границах то есть ну как по большому счету представить что не будет границ то есть один правитель будет смотреть Даниила 9 глав 27 стих давайте посмотрим Даниила Книга Даниила, подождите, Даниил, это разве не Ветхий Завет? Нет, я, наверное... Да, кажется, это Ветхий Завет, ребята. Конечно, в апокалипсисе, ребята, также есть моменты предсказания. И в Ветхом Завете, в том числе, и в Ветхом Завете, кстати, есть еще мера. Царя Соломонова, который в год, по-моему, получал 666 сиклей, которые, благодаря вот этому, ему позволяло людей, именно вот это число, почему именно оно зверя, потому что позволяло контролировать налоги и людей себе, под властью их держать. Поэтому некоторые верят, что это может быть метка, она может быть духовного характера. То есть, ну, опять же, нам сказано не просто метка, а именно начертание. То есть, начертание, кто-то может понять, как я уже сказал ранее, как от слова черта, то есть, как начертание, как штрих-код. Но, опять же, людей чипировать, как скот, для того, чтобы мы уже были не людьми, а под ID номерами и цифрами уже были не людьми, то это, ну, это страшно. Это уже не человечество идет, понимаете? Это уже какая-то виртуальность, это какой-то роботизм уже, это какое-то издевательство просто над человеческим родом. Потому что люди сходят с ума в поводу того, что женится, выходит замуж за свои пылесосы. Это действительно есть в какой-то стране, по-моему, женщина замуж за пылесос вышла. И люди себе, женщин, железных роботов, роботов просто во плоти, как терминатор, там, как угодно называйте, уже просто покупают, уже просто люди обезумели. Это насколько, то есть, уже просто с ума можно сойти. То есть, что происходит в мире безумства? Безумство Иисус сказал безумным, кто назовет безумным, тот принадлежит гигиене огненной. Надо покаяться, прости Господь, что сказал, но в мире действительно происходит хаос. То есть, вещи невероятные, невероятные просто. Обольщение со всеми этими нашими науками и все. Мы видим с вами, что на самом деле людей, все вот эти науки ведут в погибель, потому что люди, имея зависимость от компьютерных игр, это уже даже не сотни тысяч людей, это уже миллионы людей, которые зависимы играми. То есть, дьявол действует таким образом, что людей уводит от истины всеми этими, всей суетностью этого мира, компьютерными зависимостями, вот этими игровыми. Людей уводят от реальности. Людей уводят от истинности. То есть, столько обольщения, что страшно, правда. Особенности это видно было, когда мы были вот в поездке на этот... Как там люди просто там бесновались. Я мимо, когда там проходил, там девушки, которые рядом там, ну были, которые все там плясали, там через бульбулятор курили. Ну, я видел, там дым просто такой исходил, что я понял, что, ну, курили. Это несомненно, там курение, алкоголь. Материли, сквернословили. Я мимо них просто прошел. Они свалили, и все, и там мат. Просто поношение. Сказать на самом деле нечего. Нужно со страданием относиться к таким людям. Не со суждением, а со страданием того, что такие люди несчастливы и страдают. И сам там человек тоже признался, что на самом деле, сказал какой-то один, сколько ему, 40, что ли, лет, по-моему, что у него нету до сих пор, по-моему, жены. Пастор рассказывал, он к нему подходил. И сказал, что сам тоже искал Евангелие. Очень давно он ему подарил. Сказал, что действительно, мы практически не общаемся. Он говорит, мы вот так вот вместе в компании собрались. Один лишь там раз там за несколько месяцев, да. А сами так по себе не общаемся. То есть людей сближает уже вот эта тусовка, лишь алкоголь и курение. Людей сближает не дух. Первоочередно, что должно людей сближать по духу. По духу Господнему сближает людей. Второе, это душа. А только, нет, о плоти не должно быть вообще даже и речи. То есть соединение должно быть по духу. По плоти, это по внешности мы имеем право себе выбирать там супруга или супругу, но в первую очередь правила христианина. Выбирать супруга или супругу, будущего мужа, мужа или жену. Первое правило это у нас получается с вами. Это по духу. То есть во Христе Иисусе сходимся. Второе, это по душе. По интересам, по характерам. И только третье, это уже по плоти. Первоочередно, конечно, как внешний фактор влияет наш взор на девушку. Например, симпатия. Мы посмотрели, подошли, пожелали познакомиться. Но, к сожалению, эти понятия переворачиваются наизнанку. То есть сначала мы смотрим по плоти, по внешности. Нет, первоочередный факт мы ищем именно христиане, именно в Господе. То есть в любом случае это должна быть именно, если даже не служительница церкви, то хотя бы крещеная, та, которая жизнь своя решила посвятить Господу, свою жизнь решила посвятить Господу. Истинно верующие. Это как минимум должно быть обязательно. То есть по духу. То есть тут немножко по-другому идет. Ну, как правило, я думаю, большинство. Сначала идет дух, потом идет физическое. Именно влечение, то есть именно взглядом, симпатией, внешностью, да. А потом уже идет именно душевное. То есть потому что, когда человек подходит познакомиться, он видит по духу, так, верующая. Второе смотрит красивое, понравилось или понравился. И третье уже друг о друге узнаете. И потом, например, вы говорите там пастору, да, мы там друг другу понравились. Я не знаю, как это происходит, потому что я еще этого не делал. И вас помолвляют перед всей церковью, говорят, это наши помолвленные. А если вдруг увидите их, например, вместе, то, что они прогуливаются, они не в блуде. То есть чтобы люди знали, потому что кто-то на улице увидит, потом сообщат церкви, и будут проблемы. Это все серьезно, друзья мои, вы думаете, это шутки? Это может быть где-то там в каких-то там, в католицизме, я не знаю, там, ну, я там не был ни разу. Православие там за этим вообще не следят. То есть там уже там, ну, люди приходят и приходят. Никто ни с кем даже практически не общается. Все приходят сами по себе, понимаете? Только именно в истинно-христианских церквях люди ведут общение. Сколько я себе нашел друзей. Я за свою жизнь только друзей не имел. Честно. Братья, сестры. То есть ты можешь не бояться, но бывают моменты, когда все-таки есть люди, которым не стоит определенные моменты жизни своей рассказывать. Такое есть. Далее так. Вот книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. И утвердит завет для многих одна седмина. А в половине седмины. Что такое седмина? Седмина это 7 лет. Половина седмины 3,5 года. В плане седмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошительно. Тут очень много сказано. Комментарий очень большой. Утвердит завет одна седмина. Заключение завета между в кавычках вождем, который придет, стихи 26, и Израилем будет точкой отчета для 70-й седмины. Последних 7 лет конца времен. Касаясь этого события, Библия учит следующему. Первое. Вождь, который заключит завет с Израилем, это Антихрист. Но он будет скрыт до времени. Это сравнение 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3, 10 стих. И мы с вами читали. 1 Иоанна, 2 глава, 17 стих. Второе. Это в середине этих 7 лет, то есть по прошествии 3,5 лет, вождь нарушит свой завет с Израилем. То есть получается, что сначала будет завет. Ну, якобы мир и покой. Все хорошо, ребята. Не боитесь, не переживайте. Будет мир и порядок. Ну, как это было показано в этом фильме, оставленные трех частей. Это 2000 года первая часть, но чтобы вы друг за дружкой потом могли смотреть. Очень хорошо, кстати, там Антихриста один актер сыграл. Вообще просто. Но он в других фильмах играл в ужасах. Там какая-то, ну, бесовщина. То есть, ну, когда ты смотришь, в каких фильмах играет актер, то ты уже можешь понять даже характер человека. Хотя сыграл он Антихриста классно. Даже просто страшно было на нее смотреть, правда. Честно. Так, второе. В середине этих семи лет, то есть, по прошествии трех с половиной лет, Вож нарушит свой завет с Израилем, провозгласит себя Богом, овладеет храмом в Иерусалиме, запретит поклоняться Господу. Это сравнение второй фисалоникийцам. Ой, сравнение. Вторая глава, четвертый стих. И опустошит Палестину. Он будет царствовать три с половиной года. Это откровение. Одиннадцатая глава первой-второй стихи. Тринадцатая глава четыртой-шестой стихи. Время Антихриста. Вот мы сейчас с вами читаем, смотреть. Что хотелось бы сказать также по поводу этого всего. Также христиане, мы христиане, истинно верующие, верим в то, что перед правлением второго, нет, перед правлением Антихриста, перед его пришествием, в принципе, должно будет начаться построение храма в Иерусалиме, третьего храма в Иерусалиме. Тогда уже можно будет начинать, скажем так, ну, волноваться, да, скажем так. Волноваться. Волноваться вообще, в принципе, никогда не стоит. Волноваться вообще от слова волны, по-моему. Переживать. Переживать. Я не знаю. Ну, то есть, задуматься более углубленно еще нужно будет все-таки, я думаю, в тот момент, когда будет строиться третий храм в Иерусалиме. Вот тогда. Но сейчас строительство его еще там не начиналось даже. Поэтому, вот когда пойдет информация о том, что будет построение третьего храма, начало построения, то тогда можно будет что-то и говорить. Я буду стараться все-таки держать вас, ребят, в курсе событий, которые будут происходить, возможно, в моей жизни, возможно, в жизни церквей, в принципе, возможно, с какими-то определенными обстоятельствами вообще в мире, что могло бы относиться к каким-то пророчествам библейским. То есть, там также есть пророчества некие, кто-то там говорил из церкви у нас, что и биткоины, это все связано там с бесовщиной, да, там все это вот с этим вот неким там. То есть, в эту тему как бы можно посмотреть, но постоянно об этом думать ни в коем случае нельзя, потому что можно от Господа уйти, вовлекаясь во все эти. Ненужные вещи. Пророческое значение мерзости запустения в кавычках станет известно только верным Богу людям. Вот, что нам показывает 12 глава 10-11 стихи. Иисус говорил, что верующие должны следить за этим знамением, так как оно будет означать наступление последних трех с половиной лет предшествующих Его славному пришествию на землю. Смотрите, Матфея 24 глава 15 стих. Мы о чем говорим? Обратите, пожалуйста, внимание, что пророческое значение мерзости запустения станет известно только верным Богу людям. То есть, люди, что начинают верным? Верным полностью покорным, полностью, которые посвящают себя Господу и общению с Ним. То есть, неверными могут считаться те, кто идут на компромисс со грехом. Те люди могут считаться неверными, они могут об этом не узнать. Это очень важно. То есть, опять же, те люди, которые не держат пост, не постятся, не молятся, только истинно верующие узнают. Верные Богу людям. Далее. Если верующие будут внимательны во время скорби, они поймут, что пришествие Христа близко, что Он уже стоит у дверей. Матфея 24 глава 33 стих. Матфея 24 глава. Потому что, смотрите, вот, обратите внимание, материала на самом деле много. Я почему говорю, что Библия с комментариями, она замечательна и восхитительна тем, что именно богословы, именно люди, которые занимаются изучением Священного Писания, все это, причем здесь даже стихи, которые показаны, это даже далеко не полная часть, если полностью проискивать, просматривать, можно найти еще даже большее количество стихов. Здесь их и так очень много приведено, что, в принципе, даже и не нужно искать чего-то свыше, потому что очень много и так направлений, которые о чем-то либо договорят. 15-ти лета, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее, да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежду своей горе, же беременным и питающим с отцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Это мы читаем Евангелие от Матфея от 15-го стиха и далее. 22-го стиха. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». «Ради избранных». Избранные для Бога, вы понимаете, кто такие. Избранные для Бога – это те, кто будут с Господом на небесах в вечности. То есть ради избранных сократятся те дни. Ради избранных Иисус сокращает дни. Что сказано? Также важно сказано, что «Горе же беременным и питающим с отцами в те дни». То есть горе беременным – те, кто будут иметь детей, те, кто будут иметь семьи, потому что из-за семей, из-за вот этого привязанности к ребенку человек может пойти на компромисс, например, с нанесением метки антихриста, чтобы пропитать ребенка, чтобы он пошел, например, в школу. И человек будет вынужден. То есть будут вынуждать человека. И поэтому сказано, что очень страшно будет тем, кто будут с семьями, те, кто будут с детьми, потому что будет очень тяжело. Очень тяжело будет в то время. Вот. Дали 23 стих. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы престить, если возможно, и избранных, поэтому скажем, не верьте, если скажут, вот здесь Христос или там, не верить, как бы то ни было, кто бы не прельщал. Об этом очень много говорится в Библии о прельщении, о том, что это будет, что это очень опасно. Называть себя будут богами, будут себя называть богом, будут говорить, что вот я Христос, поклонитесь мне, там и так далее, будет все. Лже Христы. Почему важно находиться в Библии? Человек какой-нибудь, который, вот я о чем и говорю, смотрите, это друг на дружке завязано. Человек, который только смотрит на начертание зверя, только лишь на это, в контексте там, да, неважно, не смотрит больше ни на что, остальное не насылается, ни на что, и не изучает Священное Писание. Эти люди, люди, лже-пророк, кто угодно, будут приходить под видом Спасителя, говорить, что вот я Христос, я пришел вас спасти от, там, от зверя, там, от этого, вот этого, вот этого, да, и люди прелестятся, люди поверят, потому что он скажет, что вот я же Христос, почему вы там поверите мне, поклонитесь, я же ваш Господь, вот я пришел, чтобы спасти вас, помочь вам, будет и такое происходить. И даже еще что-то более страшное, и люди, которые не находятся в Священном Писании, они прелестятся, они действительно поверят, скажут, ты же Бог, ты пришел нас спасти, и поклониться Ему. А это была ложь, это было причение, вот, чтобы вы знали, что очень важно за всем вот этим вот следить. так далее. Пришествие Мессии произойдет по окончании семи лет, или второй половины Седмины, трех с половиной года. Книга Откровения подтверждает это, говоря, что Антихрист, то есть зверь, в кавычках, будет иметь власть только в течение сорока двух месяцев, три с половиной года. Откровение, 11 глава, 1-2 стихи, 13 глава, 4-6 стихи. Дайли, Даниил снова говорит, что от великого отчаяния до конца пройдет три с половиной года, времени и времен, и полувремени. 12 глава, 7 стих. Так. Четвертое. В течение трех с половиной лет отпущенных Антихристу Иерусалим будет попираем язычниками. Это Откровение, 11 глава, 2 стих нам говорит. Пятое. Мерзое запустение, в кавычках, безошибочный знак того, что началась великая скорбь. Мерзое запустение. Далее. А, от того, что началась великая скорбь. Это 12 глава, 11 стих. Это Даниила, получается. Матфея, 24 глава, 15-21 стихи. Мы их, по-моему, кстати, с вами зачитали. Да. Да, 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 мы с вами их зачитали. Далее. Сравнение со Второзаконием, 4 глава, 30-31 стихи. Еремия, 30 глава, 5-7 стихи. Захария, 13 глава, 8-9 стихи. Шестое скорбь и правление Антихриста закончится, когда Христос в силе придет, чтобы осудить нечестивых. Это Матфея, 25 глава, 31-46 стих. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную соберут, избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви и ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето, так когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том и часи никто не знает, ни ангела небесный, а только отец мой один. Но как бы было во дни Ноя, так будет и пришествие сына человеческого. Так, 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 сейчас, 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 ибо, так, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие сына человеческого. тогда будут двое на поле один берется а другой оставляется две мелищи в жерновах одна берется а другая оставляется и так бодрствуйте потому что не знаете в который час Господь ваш придет. Что здесь сказано? Тогда будут двое на поле один берется а другой оставляется то есть работающие люди в тот момент будет либо день либо ночь две мелищи в жерновах одна берется а другая оставляется То есть те, кто на погибель, это идет суть о восхищении, восхищении истинно верующих, то есть один возьмется, восхитится, то есть исчезнет Господом, а другой оставится. То есть, что показано в фильме «Оставленные», как вдруг все дети исчезли, и истинно верующие тоже поисчезали, то есть только одежда от них остались, всякие атрибуты, телефон, цепочка, любая одежда, все осталось. Но при этом нет человека. То есть две милищи в жерновых, одна берется, другая оставляется так бодрствую, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, потому что и вы будьте готовы. И вы в который час не думаете, придет Сын Человеческий, кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого Господин его придя, найдет поступающим так. Такая вот, ребята. Вот такое вот у нас с вами пророчество. Ой, я закрыл, кажется, опять. Вот, сейчас. Понимаете, сколько тут? То есть уничтожить Антихриста, начать свое тысячелетнее царствование. Это Иеремия, 23 глава, 5-6 стихи. И Матфея, 24 глава, 27-30 стих. Далее мы с вами читаем, давайте. Почитаем книгу Иеремии, 23 глава, 5-6 стих. Иеремия. А, это друг ко дружке. Вот понимаете, то есть тут мы смотрим, тут все друг на дружке завязано, потому что отсылки стихов идут друг ко другу. То есть, что понимать. То есть, потому что, как бы, очень много иудеев оправдывается лишь законом, что там Христос, Он не Мессия и так далее, и так далее, и все прочее. Очень много, на самом деле, об этом говорят. Очень тяжело, на самом деле, это слушать, потому что только пророчество из Ветхого Завета сбылось. Столько предсказано, что было, что и сейчас тоже, как бы, к чему это все близится и идет. 23-5-6. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше. Так, ну вот так вот, ребята, собственно, собственно. Читаем далее. Действия, так, действия Антихриста, вот мы с вами прочитали. Так, действия Антихриста. Первое. Истинная его сущность будет проявлена только через 3,5 года, когда он нарушит свой договор с Израилем. Так, это мы с вами прочитали. Опустошит землю Палестины, запретит поклонение Господу, то, что он станет мировым правителем, право откласить себя Богом, он сохранит Божий храм в Иерусалиме. Это мы с вами уже увидели. Увидели. Значит, далее мы с вами смотрим 11 главу. Это второе послание к Веселоникицам. И 36-45 стих. Правильно или неправильно? А, это Даниила. Это нужно именно примечание смотреть, потому что там отсылки идут. Опять там книгу Даниила, видимо, открывает. Давайте откроем еще раз книгу Даниила. И, друзья мои, в любом случае, даже честно говоря, откровенно, вот, что сказано, да, в любом случае, в шутку между нами девочками, или как там еще это говорится, выражение, между нами братьями и сестрами будем говорить. Все-таки, по-божьему, мы божьи люди, Господни, что в любом случае, даже если вот это 5G, оно в себе какой-то сейчас не несет умысел правления человеком, да, то в любом случае это облучение человека очень сильное, и поэтому люди будут, ну, от этого страдать очень сильно и сейчас страдают по сей день. Просто, чтобы понимали, что даже если сейчас нету ничего такого в этом страшного, то, друзья мои, просто будет очень сильное облучение. Вот и все. Хотя бы, как минимум, этот факт, я думаю, людей должен уже, ну, насторогать, насторожать пророка Даниила. 11 глава. 36-й, 45-й стихи. Итак, и будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится, и о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. «Но богу крепостей на месте его будет, он воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его. Тем увеличит почести, и даст власть над многими, и землю раздаст награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет через них». «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки его только Едом Муав и большая часть сынов Аммоновых». Кстати, вот этот момент Едом Муав и часть сынов Аммоновых вчера на молитвенном служении одна из сестер в церкви сказала, что не будет стоять вот этих вот вышек и покрытия так называемого, типа как, а, либо чипирование, короче, но это лишь, опять же, это лишь наши догадки, да, что не будет чипирования происходить людей в Едоме, в Муаве и в ОМОНе не будет происходить. Нет, ОМОН – это не отряд милиции особого назначения, а ОММОНовых, сынов ОМОНовых. «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и жазными драгоценностями Египта ливийцы, и Ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и гору, и горую преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Вот так вот, друзья мои, вот такая вот у нас с вами еще одна история, причем история праведная, история предсказания. Второе. «Атихрист объявит себя Богом и будет жестоко преследовать тех, кто останется верным Богу и Христу». Это Откровение 11 глава 6-7 стихи, 13 глава 7 стих, 15-18 стихи и, смотря Даниила, 7 глава 8 стих. Но это мы с вами, друзья мои, уже тоже довольно много прочитали, довольно много изучили по этому поводу. очень много, очень, очень много, так, по поводу, ну, книга Откровения мы читали, что будет именно Ахульный произносить на Бога, и что будет очень-очень плохо, будет очень-очень страшно всем, в трепете все люди окажутся. 7 глава 8 стих. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем истрогнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие и устаговорящие высокомерно». Ребята, вот такая вот история, еще 24-25 стихи, давайте посмотрим. «А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Вот так вот, друзья. «Он будет требовать поклонения, очевидно, из некого великого храма, который он будет использовать как центр для своих заявлений». Ну, это приблизительно получается сравнение Даниила, 7 глава, 8 стих. «Это у нас с вами... Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов, и с корнем истрогнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Далее мы с вами смотрим... Далее мы с вами смотрим... 25 стих, значит, здесь же, в этой же главе, книга пророка Даниила, 7 глава, 25 стих. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Это мы тоже прочитали. Далее. Далее. 8 глава, 4 стих. Давайте прочитаем. «Так. «Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». 24-25 стихи у нас, да? Правильно, мы, по-моему, прочитали уже. Нет, 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 другое. 8 глава, 4 стих, 11 глава, 31 стих. «И поставлена будет им часть войска, который осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения». Вот, мерзость запустения, мы с вами уже об этом прочитали. Что это такое, кто внимательно слушал, тот помнит. Так, и далее 36 стих у нас с вами. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульно, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Это мы с вами до уже все прочитали. Люди стремились к этому положению со дня творения. Вот. Смотреть 2 Фессалоникийц, 2 глава, 8 стих. «Примечание» и «Откровение», 13 глава, 8 стих и 12 стих. «Примечание» смотреть статью «Великая скорбь». «Великая скорбь», я думаю, мы с вами сможем... «Великая скорбь» — это именно что будет уже происходить более конкретно во времена, во все вот эти правления Антихриста. Кто-то верит, что, по-моему, «Великая скорбь» может быть во время правления Антихриста, кто-то то, что это будет до правления Антихриста. То есть мы с вами все это прочитаем и изучим тоже, но это будет позднее. Так, смотрим, у нас практически с вами завершение, поэтому, друзья мои, долго не задержу вас. Третье. Человек греха в кавычках явит через силу сатаны великие знамения, чудеса, чтобы распространять свое заблуждение. Вторая фессалоникица, вторая глава, 9 стих мы с вами читали. Ложные знамения в кавычках означают, что это действительно сверхъестественные знамения, которые будут обольщать людей принимать ложь. А. Возможно, что это сверхъестественные проявления будут демонстрироваться по всему миру через телевидение. Миллионы будут поражены, обмануты и убеждены этим красноречивым и популярным лидером. Именно потому, что они не любят Божьей истины. Вторая глава, 9-12 стих мы с вами читали. Б. Как Павел, второй фессалоникица, вторая глава, 9 стих, так и Иисус, Матфея, 24 глава, 24 стих, предостерегают верующих не принимать, что все сверхъестественные исходят от Бога. «Очевидно, что проявление Духа в кавычках 1 Коринфянам 12 глава 7-10 стих и какие-либо переживания в кавычках от Бога или в кавычках от Духа должны проверяться степенью приверженности человека Христу и Писанию». Значит, 1 Коринфянам, давайте посмотрим, 12 глава 7-9. Вот, о чем мы говорим, что телевидение на самом деле хорошего за собой ничего не ведет. То есть люди, пропаганда, вот это телевидение, вот то, что будут смотреть, видеть чудеса, вот это и все прочее. Сколько людей зависимых от зомбоящика побегут вперед всех, к сожалению, скорее всего, для того, чтобы это все увидеть. О чем мы говорим, что не все чудеса происходят от Бога. Как исцелить человека может Господь, так исцелить человека может, как бы это странно ни казалось. И бесовская сила исцелить человека может, понимаете? Только человек, продающий душу дьяволу, получая, например, кто чему поклоняется, там, популярности, да, стремясь к популярности, к миллионам, там, просмотров, к поклонению вот этому уже, как кумиру, созданию кумира, уже люди, нарушая заповедь, да, пренебрегая Богом. Люди, которые получают популярность за тем, которые продают именно душу дьяволу, да, они потом получают воздаяние очень сильное, получая награду, они потом, например, могут очень сильно заболеть, пострадать и умереть. То есть, может быть, что-то это связано с Жанной, по-моему, Фриске, да, по-моему, уже она умерла. Может быть, что-то, может быть, но, опять же, я не буду точно, сто процентов утверждать, но у нее же был успех, был успех. А кто, как она жила, лишь мои догадки. То есть, как она жила, я не знаю, но это лишь мои догадки, что вот приблизительно люди вот так вот могут умирать, потом страдать и просто умирать от того, что они решили свою душу дьяволу продать. И огромное количество просто людей, символов использования всякого разного рода характеров, любые символики, жесты, жесты посмотреть, жест, который показывает, например, вот Ольга Бузова, да, если кто обращал внимание, как она говорила в каком-то из своих этих, как она называется, интервью. «Мои верные люди всегда со мной», или «Мои верные слуги», как-то, в общем, она выразилась. И символ она показывает вот такой. Это символ, как она говорит, love, типа любовь, да, вот если мы сейчас смотрим на мой символ, мы видим как бы букву «Лэ», но кто посмотрит на изображение дьявола, зверя, сатаны, как угодно называйте его, да, Вильзевул, там, у него много имен, то у него такой же символ, вот так вот в руке, вот он вот так вот показывает. Поэтому, друзья мои, видно, как люди преданные и поклоняются, в прямом смысле слова, просто преданности, вот именно Ольге Бузовой люди как поклоняются. Это не божеское поклонение, друзья мои, именно нечто демоническое, но явно не хорошего характера. И это страшно, потому что даже отрывки просто показывали из ее каких-то там концертов и всего, люди, видно, как они просто прыгают, скочат. Страшно, в общем. 12 глава, 7-й, 10-й стихи. Читаем. Первое послание к Оринфянам. Так, 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 так. Немного отвлекаемся, друзья мои, но это по теме. Чтобы люди понимали, то есть символ поклонения, человеку стоит будет показать чудеса и знамения. Понимаете, это не сверхъестественное поклонение, люди увидят что-то сверхъестественное и поклонятся. Понимаете? Сверхъестественное, друзья мои. Это просто поклонение, как фаната, да? Это уже фанатизм. Седьмая, так, седьмой стих. Ну, каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Иному вера, тем же духом. Иному дары исцеления, исцеление тем же духом. Иному чудотворения, иному пророчества. Чудотворения, пророчества. Пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. То есть всегда важно в духе своем смотреть о прелечении, да? И в духе смотреть на пророчества, на знамения, например, на сны, которые могут о многом говорить. Разговаривать с христианами, то есть, соответственно, с братьями и сестрами общаться, что они думают по своему духу. Не обольщение ли это, не ложь ли это. Потому что мы имеем способность заблуждаться. Те, кто не устоявшиеся во Христе, а те, кто уже другие устоявшиеся в Господе, уже не первый год, да? Не первый, даже 5-10 лет. Они смогут, они смогут вам помочь в развлечении так же. Если вдруг вы не знаете, посоветуйтесь и спросите. И вам дадут совет на этот счет. Если вдруг действительно будет обольщение, огромное количество людей скажут, что это прелечение, то нужно от этого просто уходить, просто поверить своим братьям и сестрам, что это прелечение, и уходить от такого. Все же сии производят один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. То есть, как одно тело имеет много органов, да, то есть, конечности и так далее, то все конечности одного тела, соответственно, их много, составляют одно тело. Так же и Христос. Итак, поражение Антихриста, все, мы завершаем, с вами конец, друзья, практически опять два часа, но я думаю, что эти четыре часа, возможно, для вас были потрачены не напрасно. Я эту тему, думаю, что не зря поднял, потому что именно Господь меня, скорее всего, к этому подвел, для того, чтобы я все-таки вам рассказал о том, что говорит Библия, что очень много об этом сказано, потому что часть текстов мы с вами даже не прочитали, я для личного, для вас изучения специально это все подготовил, часть, именно сейчас подготовил. Ну, подготовка это перед подготовлением, в принципе, я ничего не готовил на самом-то деле, именно в смысле того, что заранее, да, именно в данный момент, как сказано, подготовка. Что именно в данный момент я решил вам дать возможность, чтобы вы что-то посмотрели. Сами уже самостоятельно изучили. В конце скорби сатана соберет множество народов при Армагеддоне под руководством Антихриста и пойдет войной против Бога его народа. В этой битве будет участвовать весь мир. Смотрит Даниил, 11 глава, 45 стих. 11 глава, смотрим с вами, 45 стих. А, и раскинет он царские шатры свои между морем и горой в преславном святилище, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Вот, друзья мои. Примечание Откровения 16, 16. Давайте посмотрим. И он собрал их на место, называемый по-еврейски Армагеддон. Смотрим примечание, что такое Армагеддон. Армагеддон, греческий Хармагеддон, расположенный в Центральной Палестине, означает гора Мегидо. Он станет центром сражения этого великого для всемогущества Божьего. Стих 14. Стих 14 нам говорит, это бесовские духи, творящие знамени, и они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Война, это произойдет к концу периода скорби и прекратится, когда Христос вернется, чтобы уничтожить нечестивых. 14 глава, 19 стих. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярость и гнева его. Примечание. Собрать свой народ и установить свое мессианское царство. В связи с этими событиями нужно отметить следующее. Эти события предсказывали ветхозаветные пророки. Это Второзаконие, 32 глава, 43 стих. Иеремия, 25 глава, 31 стих. Иаил, 3 глава, 2 стих. 9 глава, ой. Иаиле книга, 3 глава, 2 стих. И 9 по 17 стихи. София, 3 глава, 8 стих. Захария, 14 глава, 2-5 стих. Сатана и демоны, это второе. Сатана и демоны соберут вместе многие народы под предводительством Атихриста для того, чтобы воевать против Бога, его армии, его народа и уничтожить Иерусалим. Это стихи 13, 14, 16, 17 глава, 14 стих, 19 глава, 14 стих и также 19 стих. Иезеки, 38-39, это, видимо, глава. И Захария, 14 глава, 2 стих. Хотя основным местом действия будет земля Израиля. Место земля Израиля будет основным местом, друзья мои. События Армагеддона вовлекут весь мир. Это Иеремия, говорит, 25 глава, 29-38 стихи. Третье. Христос возвратится сверхъестественным образом, вмешается для того, чтобы уничтожить Антихриста, его армии. 19 глава, 19-21 стихи. И Захария, 14 глава, 1-5 стихи. И всех, кто не подчинится Евангелии, Псалмы 109 глава, 5 стих. Давайте посмотрим. Вот это вот важно, чтобы вот сейчас перед концом, чтобы люди поняли, что будет, те, кто не подчинится Евангелию, друзья мои. Это я считаю очень, на самом деле, важно. Потому что люди некоторые не понимают сути того, что будет с ними происходить. Так, это у нас книга-притч, вот. Так. Псалмы 109 глава, 5 стих. Так. Смотрим. Господь, Господь, одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей. Исайя, 66 глава, 15-16 стихи. Нам тоже говорит о том, что будет, что тем, кто Господу не будет служить. Это у нас 66 глава, давайте посмотрим с вами. То есть, понимаете, все, что написано, друзья мои, это все не просто так, чтобы никто не думал, что там что-то, ложь или еще что-то. Ибо вот придет Господь в огне, и колеснится его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью, и прещение свое с пылающим огнем. А, и 16 стих. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Много тех, кто, соответственно, не живет по Писанию, по священному. И второе, Фессалоникийцам, первая глава, 7-10 стих. Сейчас посмотрим. Первое послание к Фессалоникийцам. Так. Первая глава, 7-30 стихи. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнулся наказанию в вечной погибели от лица Господа и от славы и могущества Его. Когда Он придет, прославятся во святых своих и явятся дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Вот так вот. Друзья мои дорогие, Бог также пошлет разрушение и землетрясение на весь мир в эти дни. Это стихи 18-19 книги Откровений. И Еремия, 25 глава, 29-33 стихи. Знамение тоже. Все это будет происходить, это все связано, по-моему, с великой скорбью. Это мы тоже с вами потом зачитаем. Так, возвращаемся к сути, да, к завершению. Что? Когда это произойдет, да, будет... Вот, мы с вами посмотрели. В конце скорби Сатана соберет множество народов при Армагеддоне под руководством Антихриста и пойдет войной против Бога и его народа. В этой битве будут участвовать весь мир. Даниила, 11 глава, 45 стих. Мы с вами прочитали примечание Откровения, 16 глава, 16 стих. Их тоже примечание. Когда это произойдет, Христос вернется и сверхъестественно вмешается, чтобы уничтожить Антихриста, его армии и всех, кто не покоряется Евангелию. Смотрите, Откровение, 19 глава, 15-21 стихи. Поэтому, друзья мои, надеяться на то, что в какой-то момент вдруг Бог кого-то именно тогда, в тот момент пощадит, совершенно не стоит. Потому что в Библии сказано, друзья мои, прямым текстом, что уничтожат Антихриста, его армии, всех, кто не покоряется Евангелию. То есть, все так, как оно есть. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их с жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя царь, царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул, громким голосом говоря, всем птицам, летающим посредине неба. «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим, это с большой буквы сидящим, на коне и воинством его». Тоже с большой буквы. Вот так вот, ребята. «Тогда Христос свяжется в Тану и установит свое царство на земле». 20 глава, 1-6 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не приличал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся тысячу лет. Это первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет». Когда же окончатся тысячу лет, сатана будет освобожден из темницы своей, выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. Здесь, кстати, вот «Соберю тьму таких противостоящих мест». Гог и Магог, стих, взятый из Иезеки, 38-39 стихи, представляют собой все народы мира из двух противоборств против Христа и праведности. «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, приличавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверил уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Понимаете слово «во веки веков», чтобы понимали, это усиление, то есть это вечность. Во веки веков. «Увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось ни места, и места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы, и по написанному в книгах сообразны с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад, поверженные в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Все, это 20-я глава у нас закончилась с вами. Так что, друзья мои, озеро огненное – это смерть вторая. Муки вечные, которые будут после суда Господа Иисуса Христа. У меня лично взгляд, что озеро огненное – это может быть магма земли, которая выйдет наружу, и вся земля будет, соответственно, просто сожжена именно вот этой магмой. То есть, это лично лишь мой взгляд на этот счет. Не стоит нему особо прислушиваться. Может быть, это со мной как бы сойдется, во мнении, что, возможно, может быть, извергнутся все вулканы, то есть, как, например, в Одниное был потоп, и в реки, и воды вышли из земли, то сейчас же не реки и воды из земли выйдут, как это было в Одниное, да? А сейчас, скорее всего, выйдет уже огонь на этот раз из земли. То есть, именно магма вот эта. Это лично лишь, опять же, мое мнение, может быть, будет и не так. Так что, всех вас благослови и храни, Господь, друзья мои. Мы с вами закончили. Второе, получается, у нас с вами. Это была вторая часть по поводу времен Атихриста, то, что сказано в Библии. И великую скорбь мы с вами рассмотрим, я думаю, уже, наверное, в следующей нашей проповеди. Поэтому, всех вас благослови, Господь, храни. И примиритесь с Господом, покайтесь и веруйте в Евангелие, друзья мои, потому что конец близок. Так что, всем благословений. И не совершайте, друзья мои, глупости. Лучше примиритесь с Господом сейчас. Потому что, может быть, это все произойдет, все это время правления Антихриста, может быть, будет и не сейчас, может быть, даже, пускай, через десятки лет, да, может быть, кто-то говорит, да мы до этого времени не доживем. Да, суть-то даже не в этом. Суть-то даже, как у меня родители говорят, что мы до этого времени не доживем. Я говорю, что суть-то даже не в этом, что вы не доживете. Даже если сейчас умереть и не примириться со Христом при жизни, не покаяться, не уверовать в Евангелие, то все равно мучимы в аду будут люди и будут брошены в озеро огненное, когда пришествие будет антихриста. Когда потом все это пройдет, это все, но страданий будет еще больше. Поэтому, друзья, примиритесь с Господом во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, примириться с Господом, покаяться, уверовать в Евангелие и принять Его как своим Господом и Спасителем, следовать Евангелию, Священному Писанию и жить в праведности, оставив ветхого человека и облегшись в нового. Всем благословений. Храни вас Господь. С вами был Юранка. Всем удачи.